Да. Итак, перед нами второе стихотворение этого цикла. Оно длиннее, это 33 строчки. И оно продолжает, с одной стороны, прошлое стихотворение. В нем тоже есть тема мудрости и глупости. То есть в первом стихотворении как бы мудрость философии противопоставлялась мудрости чувства, мудрости истины, истинной природы смерти. И поэтому кажущаяся мудрость философии, она практически глупость. В нашем стихотворении сегодняшнем это тоже противопоставляется, но там нет философии, там есть что-то другое. Мы это увидим. Итак, я, как обычно, прежде всего прочту все стихотворение сразу, на иврите, а потом переведу строчку за строчкой. Возьмите. 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 Не знают прахи, не знают даже кое-как. Моя нитлешу мгновени махамин, Вхе им нелокху бомхир кислов лиха, Лихмош олей кебет, Гаме мбамитин, Вхе ехалу од להיות Леной хай Льямин Вцинцинет המим Вхедар мишпаха. Несофим В'ехав бахавура Вухазан В'עцев кулу Молихену шолал Омер цидок аддин В'кадиш драббанан В'ехрава маспид Хаомед кецлацан В'ху Хавил Ал стимата голал Ах Хахам Хамадар Хахам Хахам Шеинену кашур Лемар Лемар Эуэх Ав Эй Луп Ней Ахарит Лемар Первая строчка Первой Строфы Харит Эм Этхахам Гамадар Гаяхид Заметили ли вы Единственного Мудреца Лопаты Запятая 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 Заметили ли вы Единственного Мудреца Лопаты Через тире Конечно Можно сказать Того Могильщика Да И так далее Но тут он говорит Маадар Я уже Заметил В прошлый раз Что слово Маадар Это лопата Мотыга Но В нем Есть слово Геэдар Исчезновение То есть тот который Тот который Как бы Устраняет Вот этого Мертвеца Тем что он Его закапывает И Мертвец Как бы Исчезает Из нашего Поля зрения И поэтому Он его Называет Хахам Гамадар Он мудрец Он как бы Специалист Своего дела В этом тоже Мудрость Но есть Высшая Мудрость Это Мудрость Того Что Смерть Или Мертвец Исчезают Из нашей Жизни Он Единственный Мудрец Который Может Это Совершить Итак Запятая В конце Первой строчки Вторая строчка Это Хахам Гакварим Бетахейну Гахай Мудреца Могил Живущего Среди Нас Вопросительный Знак Были Инженеры Человеческих Душ То есть Инженеры В том смысле Что они Специалисты Да И в этом отношении Тоже Тут Он инженер Человеческих Тел А не Душ Конечно Да Но Но это Я говорю Все Для того Чтобы Облегчить И Расширить Поле Понимания Третья Строчка Гатомен И он И он Умеет И И Малых И Великих И Детей И Стариков И так Далее И так Далее Он Специалист Во всех Отраслях Похоронения Могил И Выкопа И Копания Могил Первые Эти Три Строчки Говорят Об этом Мудреце А Сейчас Гримберг Переходит В этой Же Строфе К Собравшимся То Есть К тем Людям Которые Не Участвуют В Самом Похоронении Но Они Пришли Да Они Проводящий Четвертая Строчка Собираются Вокруг Человека В Саванне Следующая Строчка Им Гошай Ле Охла Ля Адмата Олам Даром Или Даром Может быть На Съедение Земле Мира То Есть Этот Мертвец В Саване Он Дар На Съедение Да Как Приносили Дар В Жертву Древним Богам Пожирателям То И Здесь Вокруг Этого Человека Они Собираются Как бы Вокруг Этого Дара На Съедение Это Все Соединено У Гринберга Маленькими Тире Даром На Съедение Земле Мира Земля Мира Кормится Людьми Запятая В конце Этой Срочки Следующая Строчка Открывает Ей Зев Наглотание Живой Человек То есть Земля Сама Не Раскрывает Свой Зев Свою Пасть А вот Могильщик Вновь Здесь Он Как бы В данном Случае Жрец Который Делает Все Для того Чтобы Земля Смогла Поглотить Мертвеца Он Он Открывает Я Еще Расскажу Эту Срочку Открывает Ей Зев Наглотание Живой Человек И Следующая Седьмая Строчка Бомоадерше Асаби Адам Адам Хай Лопатой Которую Сделал Своими Руками Живой Человек Точка Точка Человек Продолжение следует... Друг человека. Он раскрывает пасть земли. Он созидает, куёт лопату, которой живые это делают. И, как видно, делают по мудрости ради себя. Следующая строфа. Первая строчка. Или, можно сказать, собираются вокруг и венки круглые, и тогда это переходит на вторую строчку. Поджидают покрытие надгробья над мертвецом. Поджидают покрытие надгробья над мертвецом. То есть, это и люди, которые собрались, и венки, их держат, держат, пока будет сокрыта могила, и на могилу эти венки и положат. И сейчас вот эти венки становятся для Гринберга очень интересной метафорой. Ло-яд-у-а-прахим, ло-яд-им-гам-каэт, не знали цветы, запятая, не ведают и сейчас, двоеточие. Следующая строчка. Ле-манит-ле-шу, мин-гам-им, ха-хам-им, почему их сорвали из теплых садов? Ну, конечно, имеется в виду оранжереи, которые цветут весь год. Да, это зимние сады, то есть там цветы есть всегда. И поэтому в любое время года можно сплести венки. Но он пишет теплые сады, и так я и перевел. Этого они не знали. Почему? Еще чего? Следующая строчка. Вехием нилкиху бемхир кесефлеха. И что взяли их ценой денег для этого. Для этого мы еще узнаем. Это тоже двоеточие здесь. Следующая строчка. Лихмош алейкевер. Гамхэмба мейтим. Завять на могиле. Точка запятая. Они тоже среди мертвых. Точка запятая. Можно перевести. Они тоже умирают. Или они тоже мертвы. Ну, они в процессе увядания. Следующая строчка. Вьяхлуа длийот линой хайлиямим. А могли ведь быть еще украшением живым много дней. Последняя строчка этой штрафы. В вазе с водой. В доме семейном. Ну, он говорит о комнате всей семьи. Ну, можно сказать в доме. Можно сказать в зале семейном. Как хотите. В той комнате, где собирается вся семья. Следующая страфа. В ней много проблематических понятий. Я сразу говорю, но... Следующая страфа. Первая строчка. Собираются многоточие. Один из них кантор. Или, можно сказать, отпевающий. Отпевающий. Следующая строчка. Бе-эцев коло моли хейну шолаль. Грустью голоса своего вводит нас в заблуждение. Запятая. Можно сказать грустным голосом. Грустью голоса. Как хотите. Имеется в виду, какое заблуждение. То есть, мы как бы в процессе ритуала, когда все идет своим чередом, и не обращая внимания на весь ужас смерти. Мы обращаем внимание, приятно ли он отпевает или неприятно. Все ли он говорит, что надо было сказать, там по ритуалу или не все. А сама смерть как бы отдаляется от нас. А Гринберг этого не приемлет. Следующая строчка. Омерти дукадин векадиш де рабанан. Изрекая оправдание суду. Икадиш учителей наших. От учителей наших. Имеется в виду. Запятая. Хочу сказать, пояснить. Седук один – это оправдание Божьего суда. Все скорбящие, прямые родственники, естественно, они говорят особое благословение. Барух Даяна Эмед. А все остальные присутствующие слушают и отвечают. Амин. И это Хазан говорит для того, чтобы скорбящие, им не надо помнить все наизусть. Он им говорит, а они повторяют за ним. Это называется цедук один – оправдание суда. А потом, после того, как говорят несколько псалмов, то говорят еще кадиш. Кадиш – это может быть поминальная молитва. Ну, времен тоже талмудических, она на арамейском языке. А есть кадиш особый, кадиш дарабанан, который говорят не именно на похоронах, а после произнесения святых слов, псалмов или учения Торы, то говорят кадиш дарабанан. То есть, это кадиш от наших учителей. Это на арамейском языке. Рабаним, рабанан, рабаним шалану. Наши учителя. Вот. Как вы переведете это, я не знаю. Может быть, следует опустить кое-что. Но это уже дело вашего мастерства и вашего выбора. Тут, я уже сказал, запятая после этой строки. Следующая строка. Вахарав хамаспид гаумед кицлацаль. А после него оратор, сверчок. Оратор стоит, стоит, как сверчок. Стоит, как сверчок. То есть, трещит, трещит. Если еще отпевающий все-таки делал свой ритуал, то оратор, который говорит надгробную речь, он не обязательно должен говорить. И Гринбергу это совсем не по душе. Потому что оратор начинает говорить о разных вещах, которые вновь отвлекают нас от самого главного. от чувства неизбежности, безысходности и ужаса смерти. И поэтому он называет его сверчком, трещащим. То есть, он еще хуже, чем те философы. И последняя строчка в этой страфе, и вы сейчас поймете, что он думает об ораторах. Такого рода. Вегуга эвиль алстима тагулаль. Он же глупец над сокрытием могилы. Глупец он подчеркивает. Эвиль. Это библейское слово эвиль. Но глупости это эвилут и так далее. Есть знаменитый стих такой. Гам-эвиль махариш лехахам ехашев. И глупец, если он молчит, может показаться мудрецом. То есть, пока он не открывает рот. И тем более, что если глупец знает, что он глупец и молчит, то это большая мудрость. Так что... Вот. Следующая страфа. Ах, хахам хама адер, гу я хи да хахам. Но мудрец лопаты – это единственный мудрец. Ах, хахам хама адер, гу я хи да хахам. Шейнену кашур бешун кав эль хаам. Который никаким образом не связан с народом. Никакими нитями не связан. С народом. Следующая строчка, продолжение этой. Ашер гид асеф. Гу я цей маде. Который собрался. То есть, народ, который собрался. Точка запятая. И мы вновь возвращаемся к мудрецу с лопатой. Он выходит с лопатой. Я повторяю. Повторю две строчки. Вторую и третью. Который никаким образом не связан с народом. Третья строчка. Который собрался. Точка запятая. Он, имеется в виду мудрец, а не народ, выходит с лопатой. Следующая строчка. Эль ме эйверлагем. За пределы их. Точка запятая. И он подчеркивает. За пределы их. Будто он не их рода. Точка запятая. И последняя строчка в этой штрафе. Вехукан лохуко. Ахдино к зардинам. И закон их не его. Точка запятая. Но приговор его. Их приговор. Многоточие. Следующая строка. Первая строчка. Эйн хир гурбе мохо. Квиша он мегусе. Нет сомнений в уме его. Подобном стоящим часам. Многоточие. Многоточие. Я хочу сказать. Стоящие часы. Это часы, которые молчат. Когда-то часы тикали. И было слышно. А если они стояли, то они не тикали. Они молчали. Почему я это говорю? Мегусе от слова гас. Гас это тихо. Тишина. И поэтому шаон мегусе имеется в виду тихие часы. Молчащие. То есть стоящие часы. И у него нет никаких сомнений. Вот несмотря на то, что он мудрец. Он мудрец особого рода. Он не властен времени. Это тоже такой намек. Стоящие часы. Для него часы не идут. Он живет, живет. И потом умирает. И все. Смерть для него постоянно. Потому что он ею занимается. Но это мое толкование. Следующая строчка. Овергу лифтуах шум пе ливлиа. Проходит он открыть вновь зев на глотание. Запятая. Ну, зев глотающий, конечно. Можно по-разному. Я почти буквально перевожу. Следующая строчка. Кишув, юваа, ишбетахрих, мехусе. Ибо вновь прибудет человек в саванне закрытом. Запятая. Последняя строчка этой страфы. Кэ магнет ше гуваа, а дэй ше оль. Зэ гак оль. Будто магнит, пребывающий в бездну. Многоточие. Вот и все. Вот и все. Проходит дальше. Проходит дальше, к следующему ряду. И вновь откапывает. Ибо вновь будет мертвец в саванне. И вновь, потому что все как бы притягиваются к бездне, то есть к ядру земли. Все живущие притягиваются как магниты к ядру земли. И он делает свою работу. Следующая страфа. Три строчки и потом одна строчка, которая стоит сама по себе. Завершающая это стихотворение. Итак, первая строчка. Гу вада ехахам киме эйвер лихе эв. Он уж точно мудрец. Ибо за пределом боли. За границей, конечно, за гранью боли. Это понятно. То есть он как-то сумел прижиться со смертью, хотя он от нее не отворачивается, а ею занимается. То, что больно всем остальным, ему уже не больно. И в этом есть своя мудрость. Следующая строчка. Эйх мавет ира, вегу бо апоэль. Как может он смерти бояться? Ведь он работник ее. Восклицательный знак. Восклицательный знак. Следующая строчка. Лемар-эгу эхав. Эйлу пнейга харит. Увидев его, больно мне. Запятая. Это личина конца. Два тире. По-моему, личина это можно сказать. Имеется в виду лик, личина. Это образ. Это образ конца. Можно так, можно так, можно так. И последняя строчка. Которая стоит сама по себе. Леперхэя ципорэн вели эйнго эль. Цветам гвоздики и мне нет спасителя. Точка. Точка. То есть эти цветы, которые были в венках, обычно были гвоздиками. И он говорит цветам гвоздики и мне нет спасителя. На этом стихотворение заканчивается. Товарищи, есть ли какие-то вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Я прошу еще раз прочитать строчку. Вегу га эвиль. Что там дальше? В смысле перевод. Глупец. Это 20-я строчка. Вегу га эвиль ал стимата гулаль. И он же глупец над сокрытием могилы. Стимата гулаль. Я не пояснил. Я как-то давно уже это пояснял. Гулаль. Это от слова леглоль. Это был большой камень, которым закрывали могилы. Он был кругловатый. Его было легче подтолкнуть. И от этого слова леглоль, это слово галь, мигила. То есть все, что такого круглого вида. Это был довольно большой круглый камень. И им закрывали. Его можно было открыть. Это стимата гулаль. Гулаль – это большой камень. Не обязательно могильный. Обычно он в нашем языке уже пользуется как могильный. Но не обязательно. Когда-то и колодцы в пустыне закрывали большим камнем, чтобы они не высыхали. И когда приходили со стадами, то, как Библия нам рассказывает, то открывали этот камень. Его сворачивали. Да, он был круглым. Он был очень тяжелым. И поэтому надо было несколько человек, чтобы его открыть. Этим, когда речь шла о колодцах, так как один человек, ему было очень трудно открыть, то это было гарантией того, что не украдут воду, а только совместно смогут открыть. И когда рассказывается про праотца нашего Якова, когда пришел к Лавану, то он сам своей силой открыл колодец, не ожидая всех остальных. И это, конечно, он был богатырь в этом отношении. Но что касается могильных камней, тоже большой, огромный был камень, круглый. Можно было его закрыть им, могилу. А когда-то это была не просто могила, а склеп. То есть, ну, или естественные пещеры, или искусственные. И им этим камнем закрывали несколько человек, чтобы трудно было его открыть. Вот. Это Гулаль. Я не знаю, что вы хотели спросить, Миша. Может быть, это. Спасибо, я все понял. Я хочу сказать, вот я сейчас смотрю на тот копию страницы, которую я разослал. Я вижу, что при ее монтаже у меня потерялась одна строка. Она должна быть после предшествовать первой строке второй страфы. То есть, она у меня выпала. И я сейчас исправлю эту картинку и всем опять же пришлю. Да, да, да. Я просто не просмотрел то, что вы послали. Я понадеялся на то, что это я не просмотрел и поэтому не заметил. Так, пошлите в тем, исправленную. Да, да, да. Я исправлю. У меня получилось здесь 32 строки, а на самом деле 33. 33, да. Да. Зайф, у меня тоже вопрос. Пожалуйста. Вы переводите Гуэль как спаситель, не как избавитель. Ну, можно избавитель тоже, как хотите. Уже спаситель это Ощиа или... Мощиа, Гуэль. Ощиа. Мощиа, Мощиа. Мощиа. Да. Мощиа, Гуэль – это синонимы. Так что... Хорошо. Спасти от и избавить от чего-то, да, это... Как хотите, это не принципиально. Хорошо. Спасибо. Да. Еще какие-то вопросы? Если нет, то мы одну минуту перед девятью часами и можем закрыть конференцию. Ровно все. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Я знаю, что это непростые стихи. Спасибо. Всего хорошего. Тяжелые. Тяжелые душе, но они, по-моему, сильные. И поэтому... Люди, хак, пурим, самаях. Хак, пурим, самаях. Я понял, что мы все привели, что среди нас антипрививочников нет. И есть шанс у нас постепенно встретиться в Бейтурице и Гринберг. Да, да, мы будем надеяться на лучшее. Хорошо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания всем, до свидания всем, всем. Да, да, будем надеяться. Всего хорошего. Пока.